И снова здравствуйте! Мы продолжаем цикл уроков рисуем мультяшек в программе CorelDRAW. Сегодня урок четвертый. Глаза, заканчиваем наши глаза. Тени, раскраска, заливка. Первые глаза. Значит, меняем стандартный шаг по умолчанию на наших стрелочках на 50 мм, чтобы нам было удобно работать и переносить просто кликая стрелки на клавиатуре вправо или влево. Дальше заливаем глаза белым цветом. Оба. Теперь рисуем такую сложную фигуру, которая включает в себя тень от века, тень от нижних складок, тень от переднего глаза. Тень у нас будет расположена примерно так. Скругляем углы, выделяем пересечение. И красим его серым цветом. Между заливкой глаза и нашей фигурой. То же самое делаем со вторым глазом, но тут тени только от верхнего и нижнего века. То же самое выделяем с шифтом. Заливку и пересечение красим. Сделаем тени чуть потемнее, чуть более контрастными. Теперь зрачок наш с радужкой мы на передний план страницы выделяем. То же самое со вторым глазом. То есть поверх и тени, и заливки. Лучше мы тень с заливкой бросим назад. Потому что иначе наша радужка будет слегка перекрывать черные линии от глаз. И не совсем удобно все это обрезать. Теперь мы разгруппируем ее. Радужку саму сделаем пересечение с тенью. И закрасим более темным. То есть тень же падает и на радужку тоже. Вторые наши глаза красим сероватым цветом. Светло-серым скажем. Делаем сначала блики на самих глазных яблоках. То есть мы рисуем линии, делаем их кривыми и изгибаем. Так как они должны быть эти блики. Ну по нашему мнению. Теперь мы заливаем до линии внутри глазного яблока. Делаем их белыми. Пожалуй мы глазные яблоки сделаем чуть потемнее. Чтобы выделялось белое. Чтобы было видно, что это блики. Теперь попробуем то же самое с тенями. Но теней тут минимум. А как мы видим, тут тени только вот на дальнем глазном яблоке. От нашей складки. Делаем ее серой. И опускаем зрачки на место. То же самое. Мы их на передний план страниц. И один, и второй. Теперь наши грустные глаза. Мы их, пожалуй, сделаем слегка желтоватыми. Точно так же заливаем сами глазные яблоки. Подбираем им цвет. Белый тут как там. Ну не настолько грустно, как хотелось бы. Мы, пожалуй, сделаем их желтоватыми. То, что надо. Теперь мы прикидываем, как идут веки от теней. И сгибаем нашу линию. Рисуем, и сгибаем линию. Так как должны быть тени. Идти по нашему мнению. Делаем пересечение с заливкой глазного яблока. И просто фон наш делаем более темным. Для того, чтобы эта фигура лежала поверх глазного яблока, а не поверх нашей фигуры, собственно, которая определяет тени, нам надо глазные яблоки выбрать первыми. Теперь опускаем наши зрачки, радужку. Предварительно мы заливку и тени опускаем на нижний слой рисунка. Теперь мы все это разъединяем. И начинаем сначала мы тень выделяем на бликах. Она будет более темной. Серой. И на одном, и на втором глазу. Теперь возьмем более светлую радужку глаза. Делаем пересечение. И затемняем его. То же самое делаем со вторым глазом. Тут, наверное, легче не подобрать тот же цвет, а просто скопировать. То есть тянем с правой кнопкой мышки и копируем цвет. То же самое делаем с внутренней радужкой, более темной. Делаем ее темнее. Опять пересечение. У нас появилась новая фигура. И мы копируем со второго глаза на нее все свойства. Вот такие вот глаза у нас получились. Теперь наши четвертые глаза. Да, извините. Мы сносим их наверх. Просто одним кликом на клавиатуре. Вот. Заливаем. Опять же, желтоватый цвет здесь подходит по-моему идеально. Но каждый подбирает свое. Вот. Дальше. Мы просто копируем нашу заливку. Делаем пересечение. Пересечение оставляем тем же цветом. А теперь ту фигуру, которая ниже лежит, мы делаем темнее. И у нас получаются вот такие вот тени. То же самое делаем со вторым глазом. То есть, копируем вниз, пересечение и копируем цвет нижней фигуры. Вот такие вот у нас получились глаза в глазных впадинах. Если можно так сказать. Опускаем на нижний план страницы и опускаем вниз зрачки. Вот. Такие вот у нас появились четыре пары глаз. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова